Внутри дворовой проезд у дома 73 по улице Карпинского ремонта требовал давно сплошные ямы и колдубины. Около недели назад картина кардинально изменилась. Установлены новые бордюры и уложено асфальтовое покрытие. Подобные метаморфозы жителям нравятся. Была дорога, но она была разбитая до основания. Ямки там, все это вот, ну, сейчас хорошо стало. Я вот здесь уже 18 лет. За 18 лет вот только вот в этом году, ближе к осени, начали только делать. Работы ведут еще на трех сотнях объектов. Около ста из них уже в завершающей стадии. Окончить ремонт дворов и внутриквартальных проездов планируют к началу ноября. У нас площадь по контракту, могу с цифрой сказать, порядка 645 тысяч квадратных метров. То есть 333 объекта, то есть каждый объект объекту рознь. То есть у нас есть внутриквартальные проезды, они все разные там длины, ширины, внутридворовые территории. То есть 333 объекта, это порядка 300 тысяч квадратов. То есть половина. На 1 ноября подрядчик подписал с нами график, которым обязуется выполнить 100%. Из них на 1 октября 60%, на 1 ноября еще 40%. Помимо масштабного ремонта во дворах, активно ведут работы и на городских улицах. На Карпинского выполнено расширение проезжей частью перед Стахановской, заменены бетонные плиты на трамвайных путях. В общей сложности готовы уже два десятка объектов уличнодорожной сети. По переходящим объектам того года, то есть ожидание, что, во-первых, работы будут все завершены по объектам. То есть сейчас порядка 21 объекта уже фактически выполнены. Уже по объектам, таким как Докучаево, Ветлушское, уже организованы рабочие комиссии. То есть они предваряют приемочные комиссии. По дорогам ППИ тоже объект уже достаточно высокой стадии готовности. Ожидаем, что до 15 октября он уже будет сдан. Все работы на дорожных объектах должны быть завершены в ноябре. К подрядчикам, допустившим нарушение сроков или качества работ, применяются штрафные санкции. Строителям, ремонтирующим бульвар Гагарина, уже придется выплатить в бюджет города свыше миллиона рублей. Было обещание сделать там другую дату, дату на 1 сентября, потом 15 сентября. В начале сентября подрядчик назвал третью дату, 10 октября. В любом случае заказчик в лице администрации города Перми спокойно спать и смотреть на это не будет. Антон Шибанов, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.